ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ В городе Северо-Уральск, что в Свердловской области. Целью нашего визита была съемка репортажа о том, как город восстанавливается после чрезвычайной ситуации, когда населенный пункт остался без питьевой воды. Ну а сняли мы совсем не это. Получился репортаж об очередях на интервью, когда десятки горожан, не доверяя городским властям, хотят рассказать о своих проблемах нам, о коррупции и попытках срыва мэрии протестного митинга. Северо-Уральск Северо-Уральск – это город в Свердловской области и административный центр Северо-Уральского городского округа. Город расположен на левом берегу реки Вагран, на восточных склонах Северного Урала, вместе ее слияния с Колонгой. Сейград образован в 1944 году из промышленного поселка Петропавловский. Сегодня Северо-Уральск – это центр добычи и переработки бокситов. Самолет, установленный на стелле у здания градообразующего предприятия, стоит здесь не просто так. Город этот весьма важен для страны. В годы войны 10 тонн боксита хватало на производство алюминия для одного самолета. И тогда на местном руднике можно было услышать, что сегодня мы дали стране три самолета сверх плана. Если же пересчитать весь добытый на судре боксит уже в большие современные самолеты, то его хватило бы на строительство более двух миллионов авиалайнеров. Северо-Уральск расположен в удалении от крупных промышленных районов Свердловской области. И в этом его несомненное преимущество. Воздух и вода здесь куда чище, чем в других городах Урала. Но в то же время в далекий северный край весьма редко приезжают журналисты. Последний раз наши коллеги из Крик-ТВ были здесь три года назад. Явно обделенные вниманием прессы местные чиновники, мягко говоря, оборзели. На Медне в Северо-Уральске сложилась настоящая чрезвычайная ситуация. После аварии на гидросооружениях Субра город Шахтеров на несколько дней остался без воды. Привозной жижи хватило не на всех. Ее раздавали по два литра в одни руки. А мэр не стал официально вводить северо-уральский режим ЧС. Его в это время в городе вообще не было. Ему и в отпуске неплохо отдыхалось. А зачем вообще приезжать? Наверное, там, где проходил отпуск бургомистр, вода была. И приехал городоначальник только тогда, когда аварию уже устранили. И начал врать перед нашей камерой, что ничего собственного и не было. Все это фантазии сотен журналистов из местных, региональных и даже федеральных СМИ. Аварий не было. В смысле, аварий не было? В городе с водой сжил? Да. То есть вода была в кранах? Да. Вам не стыдно? Я вам повторяю, вода в кранах будет. Председатель городской думы, в отличие от мэра, все же признает факт аварии. Правда, о ее масштабах спорят. Общалось очень много с населением. К нам приезжали замминистра по ЖКХ, к нам приезжали представители администрации губернатора и президента. Мы проезжали по всем точкам, общались с населением, встречали население на улице. И кого бы мы не встретили, ни одного отрицательного отзыва не было. Хотя люди были просто, кто шел по улице. Подождите, я еще отвечу дальше. И вообще я видела всю ситуацию, как она происходила, как все здесь работали все чрезвычайные комиссии. И отзывать мэра о том, что на территории что произошло. Сейчас вода в городе есть. Проблема эта была решена силами городообразующего предприятия. Зато другие проблемы, которые годами не решались, как были, так и остались. Например, коррупция. О ее наличии в Североуральске мы говорили и три года назад, расскажем о ней и сейчас. Жители этого двора в центре города решили его благоустроить. Ленина 43, вот наш дом, вошел в приоритетный проект по поручению президента «Комфортная городская среда. Благоустройство дворовых территорий» на 2017 год. Вот только тендер провести вовремя не удалось. В итоге, чтобы спасти ситуацию, акт выполненных работ с подрядчиком администрация закрыла зимой. Естественно, что после этого подрядчик не особо-то и хотел работать. По документам здесь разбит настоящий парк. А в реальности как был пустырь, так и остался. Детскую площадку тоже не доделали. Бордюры ходят ходуном. Кто же поживился федеральными деньгами, это еще предстоит выяснить. Незаконные преференции в Северо-Уральске оказываются не только городским подрядчикам, но и некоторым промышленным предприятиям. Именно этот завод травит людей в поселке Покровск-Уральский. Но снять нам этот процесс не удалось, потому что за нами установлено наружное наблюдение. И каждый раз при подъезде нашей съемочной группы к заводу его останавливали. На этих любительских кадрах, предоставленных местными жителями, видно, как завод пылит. Очистные сооружения явно не работают. Шум тоже стоит такой, что мама не горюй. С 2007 года в поселке Покровск-Уральский построен и работа и введен в эксплуатацию ДСК ООО «Уральский щебень» и «Погрузка». Пыль в неограниченном количестве летит по ночам и днем на поселок. В поселке тоже пыль. Герметически не укрыты ни одна галерея, все открыто, конвейеры открытые. Установки пылят очень сильно. Пыль и газоотчестные сооружения не функционируют. Стоят, видимо, кетов для отписок и ответов. Пыль летит на поселке в любом направлении, если пыль дует, потому что мы находимся в низине. И пыль стоит в поселке. Грохот, шум распространяется до переезда. Это 2 километра от ДСК. Постоянно. Отгружают сейчас крупную щебень в вагоны. По грузчикам слышен грохот на расстоянии поселки тоже. Воздух горький постоянно. Мы хотели к Александру Васильевичу попасть. Федеральный телеканал Криптовые. А он в отпуске? Ни в каком отпуске прокурор не был. Это стандартная отмазка во многих госорганах, чтобы не краснеть перед камерой. И так было во всех органах власти Североуральска, где мы побывали. Куда мы пытались попасть в этот день. Апофеозом цинизма городских властей стала пресс-конференция, организованная мэром для своих карманных писак. Естественно, что нас туда не пригласили. Зато запись всего мероприятия мы нашли на ютубе. Начинается она вот с таких вот слов. Хочу сказать, что на сегодняшний день в городе Североуральске действует группа, которая называется Крик ТВ. Они приехали сюда специально с одной единственной целью создать негатив. На следующий день нас ждал настоящий митинг за отставку мэра. В сквере собрались как раз те избиратели. Хозяева тех депутатов, того председателя Думы, которых народные избранники в упор не замечают, ставя удовлетворительные оценки главе города. Согласитесь, что 200 человек для 30-тысячного города – это весьма и весьма много. Администрация решила попытаться успокоить недовольных. Естественно, что чиновники сделали то, на что им хватило ума. Сначала на площадь прислали четырех пенсионеров, готовых поддержать мэра. Дороги у нас прекрасные в сравнении с другими городами. И этот улицы смотреть прямо, и все хорошо у нас. На каждый дом смотрим, и вообще ремонт идет. Вы серьезно ли вы шутите? Правда? Однако после интервью с нами эта организованная группа быстро ретировалась. Затем в бой вступили местные алкоголики и наркоманы, от которых городские чиновники, видимо, и получают благодарности. Опа! Я не понял, а ты что? Открыли. Давай, давай, давай. Давай, давай. Возьми, в южный. Ну и эти представители городских властей не смогли переселить народный прессинг. Затем в процесс смешались городские подрядчики, приславшие к месту проведения митинга дорожный пылесос. Машина припарковалась аккурат возле лобного места, и тракторист запустил все механизмы. Какое-то время шум от спецтехники действительно не позволял народу общаться. Однако и этот провокатор вскоре был извинен. В итоге присутствующие единогласно приняли резолюцию об удалении мэра города с должности. В довершении всего выяснил, что мэр Североуральска Матюшенко еще и юридически неграмотный человек. Вот такое вот письмо он прислал в нашу редакцию еще во время работы нашей съемочной группы в городе. В частности, голова городской упоминал о необходимости согласования с ним текста интервью. И предложил научить правильно, ну естественно, на его взгляд журналистов работать. Сегодня в здании администрации Североуральского городского округа без уведомления и предварительного согласования не представившись, заявились два невестных гражданина. Позже один из них представился Ионисимовым Евгением, главным редактором федерального телеканала КРИК-ТВ. В коридорах указанные граждане задавали вопросы ответственным должностным лицам. Потом указанные лица вторглись в кабинет главы Североуральского городского округа и, не обращая внимания на присутствующих на совещании лиц, в том числе простых горожан, начали агрессивно общаться с расспросами о ситуации в сфере водоснабжения. Заявление прибывших лиц о том, что они как федеральный канал работают с администрацией президента Российской Федерации и, соответственно, напрямую с губернаторами мы не общаемся, и сведения до губернаторов доводятся через Москву вызвало возмущение у всех присутствующих. Учитывая вышеуказанное, просим принять во внимание подобную деятельность ваших сотрудников в случае, если они являются таковыми, и разъяснить им, как организуется и проводится интервью. А в случае, если они прибыли по приглашению жителей, то необходимо обратиться за разъяснением, в том числе и в органы власти. Просим провести разъяснительную работу, а также учесть в дальнейшем деятельность сотрудников при выезде на территории других городов. Ну, представленной фактуры, в общем-то, достаточно для того, чтобы сказать о определенных психофизиологических изменениях невротического характера. И, скажем, ригидность лицевых мышц, специфика моторных реакций, вегетативные дисфункции, все это говорит о том, что человек находится в состоянии растерянности, некоторой фрустрации, то есть недостижения желаемых, так сказать, форматов общения. И мы, конечно, можем говорить о специфике подросткового поведения. То есть в данном случае налицо вот такая вилка психологического возраста и физиологического. То есть, когда человек начинает, так сказать, обманывать, причем, так сказать, делает это совершенно неумело, и на камеру, заявляя о том, что некоторые установленные факты, в общем-то, не имели места, и при этом, еще раз повторюсь, реакции довольно специфичны, конечно, можно говорить о, так сказать, наличествующем неврозе. Пользуясь правом данным нам законом, убедительно прошу прокуратуру Свердловской области проверить юридическую грамотность и профпригодность главы администрации Северо-Уральска и исполнителей этого чудо-письма. Что-то чувствую я, что люди, сочинившие такую ахинею, аттестацию явно не пройдут. А за сим разрешите откланяться. В студии для вас работал Евгений Анисимов. Смотрите программу «Что произошло» в эфире телеканала Крик ТВ. Регулярно заходите на наш сайт kriknews.ru. Там вы найдете много чего интересного. Звоните нам в редакцию по телефону 8 343 290 23 90 и ищите на соцсетях. Подписывайтесь на наши группы и на наш канал в Ютубе. Добавляйтесь в друзья. Сообщайте новости. Увидимся через неделю.